И это последняя моя песня. Всем привет, дорогие! Всем привет! Где-то через полчаса я пойду на студию, и... Я не была там пару недель, и когда я тогда была, то я думала, всё, следующая песня будет Криндж Стар. Что такого? Нормальная песня, вроде всё круто. По итогу сейчас я... Вот вчера я поняла, что мне очень стыдно идти с этой песней, по крайней мере, на данный момент. Хотя у меня написан список, что за какой песней я буду делать, и я чувствовала просто, что мне нужно уже пойти на студию, но я не знала, что из своего... из своих песен, которые у меня сейчас лежат, что я буду исполнять, но у меня как бы был написан список. Самое время вам рассказать о том, как же мы записывали песню Криндж Стар, и как же она, в принципе, создавалась. Это в сентябре. Я подумала, а что, если сделать лёгкую, незабословатую, классную, легко запоминающуюся, простую песню. И я решила её сделать. Когда мы были на даче, и у меня как-то вот начали появляться мысли, что я буду типа королевой Кринджа, всё такое. И как раз-таки, по-моему, эту песню я писала в один день вместе с Hate это Fake, которая выходит уже совсем скоро, 23-го, 12-го. 23-го декабря 2022-го года, и это последняя моя песня. Конечно же, в этом году. Очень стеснялась идти записывать на студию. Мне казалось, что я вообще какая-то ненормальная. Но в итоге всё очень классно прошло, и я записала очень кайфовую, классную песню, по которой я кайфовала ещё очень-очень долго. Написали мы её в начале ноября, где-то в каких-то числах. И сразу же после того, как мне пришёл готовый вариант, я поняла, что эта песня не должна ждать. Она должна выйти как можно можно скорее. Поэтому я нашла самую ближайшую дату. Это было 2-е декабря, но эта дата была уже занята, потому что у меня выходила песня «Лучшие моменты». Поэтому через неделю, а то есть 9 декабря, вышла эта песня. Песня «Кринж Стар». Через полчаса не могу выходить, а я ничего не решила, потому что мне всё-таки немножко неловко. Давайте я попробую. С вами перепетируем. Королева Кринжа, просто Кринж Стар. Я такая киса, мяу. О, как тебе? О, хорошая песня? Не, ну в принципе. У меня же всё получается. Ну вот вы сами слушаете, вроде всё получается. Королева Кринжа, просто Кринж Стар. Я такая киса, мяу, мяу, мяу. Королева Кринжа, просто Кринж Стар. Я прихожу на студию. Боже, вот вы сейчас вот понимаете, что вы сейчас видите? Вы видите полнейшую внутрянку того, насколько мне стрёмно перед людьми. Ну вот знаете, если я просто выкладываю эту песню, то мне не стрёмно. Когда, типа, я прихожу и на один на один с человеком буду это делать, но я хочу не делать эту песню. Мне кажется, она прикольная. Она будет смешна и будет разбавлять мой репертуар. Песня не про меня. Я уже писала об этом посты, откровения, что-то не про меня. И, кстати, вы уже танцевали тренды под эту песню? Я, да. И также мои подписчики тоже. Пишите в комментариях, слушали ли вы эту песню, как вам она. И всё, с вами не можете в комментариях оставлять. Я референс по голосу выбрала. Скажу, что я буду вот в таком вот голосе это говорить. Референс для минусовки тоже у меня есть. Что это будет такая юмористическая песня. И, в общем, надеюсь, меня поймут. Ладно, всё. Самое время порепетировать. Я либо хожу каждые три дня на студию и уже чувствую там себя как рыба в воде. И, в принципе, не получаю каких-то эмоций. Ну, то есть, ты, в принципе, к этому привыкаешь. В последний раз я прям без какой-то... Без какого-то страха шла и так далее. Сейчас пусть это... Так вот. Короче, я просто ещё боюсь, что... Не знаю, я также приходила с песней истории и думала, «Господи, это будет из Укваря, я буду петь в рожкову, как бы я не школьница, и что вообще происходит». Ну, вроде всё хорошо было. Сегодня я петь не буду. Сегодня будет что-то... Я не знаю, ну, это же не пение. И это вроде не читка, то есть, это какой-то такой, типа, мультяшный голос. Как будто бы песня про меня, но не про меня. Дайте сил. Лова, что ты скажешь? По поводу того, что я записываю сегодня хит-кринжстар. Понятно. Поддержка от бога. Давайте снимать новые тренды. Это кринжстар, лучшие моменты и хейт — это фейк. Офигенски, самые лучшие тренды. Когда вы услышали эту песню, то вы тоже писали, что вы хотите как можно скорее её услышать, поэтому она вышла так быстро. Только могла. Ложку на самом деле довольно сложно было придумать, потому что я не понимала, что я хочу на ней видеть. И мы принялись фотографироваться в шкафу. После того, как я уже выслала свою обложку, я заметила, что как бы на фотографии, которые я выбрала, то есть, мы сделали да и фига фотографий, из них очень мало получилось хороших, потому что профессиональный фотограф — это Вова. И я уже такая, ладно, нормально вроде. Кринжовая, но при этом не особо кринжовая фотография. То есть, в принципе, более-менее можно это использовать. И потом я цела и понимаю, что я как бы уже всё сделала, так долго всё вырезала, готовила. А в этом, когда я так вот открыла рот, так скажем, у меня там якобы не почистила зубы, чтобы вы понимали, до фотографий. И поэтому лайфхак. Если вы хотите, что у вас получились классные фотографии, если на них вы будете улыбаться, то обязательно перед ними, перед тем, как вы будете их фоткать, почистите зубы, потому что я не почистила. И у меня там осталась какая-то еда. И даже в комментариях мне ребята писали, как будто у меня какой-то кариес. Но это не кариес, это просто застряла еда. Ну, в принципе, если не присматриваться, то это даже незаметно. Я даже со начала сама не заметила. Я вообще вначале думала, что всё будет звучать абсолютно по-другому, потому что я думала, я буду петь большую часть песни к песклявым голосом, но в итоге 50 на 50 получилось. Думала, что будет более-либо медленно, но песня получилась очень классная, зажигательная. Ну что ж, музыкальная семья, Вова идёт на репетицию, а я иду записывать песни. Ну, в общем-то, я пришла почему-то перед уже вот входом, скоро меня откроют, я зайду. Мне стало немножко ведь неловко. Короче, сейчас стояла, и у меня удивлен просто вот вылетает из башки, какой я Рафина сберу. Просто у меня такая простота, я просто её ничего не понимаю, но я, в общем, начинаю волноваться, не знаю, почему. Короче, я думаю, всё хорошо пройдёт, что песня хорошая, там всё круто, ничего такого. Многие такое делали, как бы всё, окей. Я знатно вошла в роль. Номинация «Кринж» полностью моя, никакой неловкости, я просто «Кринж Стар». Блин, короче, мне кажется, здесь... Есть ли тут смысл вообще объяснять каждую свою эту песню? Боже, просто кузыритка о моём выгорании. Не выгорании. Она входила в образ, и я даже не особо помню, как я её писала, просто, знаете, она как-то приходила так, слышала потолка. Никакой неловкости, просто «Кринжа-жар». Я поняла, наверное, что нет смысла рассказывать каждые строчки, потому что по факту в них нет какого-то супер нереально глубокого смысла, который так хочется вам рассказать. Это просто весёлая, запоминающаяся песня. Вот. Всё. Слушайте по ссылке в описании, ребят. Ну что ж, друзья, 6.45 минут. Заняло у нас это 2 часа 45 минут. Всего лишь 2 часа 45 минут, потому что первый раз мы вообще были в студии по 4-4,5 часа, ну, если я не ошибаюсь. Вот, наконец-то мы закончили, потому что у меня мозг превращается в «Кринж». Посмотрите, опять. Её было как-то сложно записывать, ну, то есть, потому что я изначально хотела, типа, не своим голосом, как я нарепетировала в начале видео, потому что я поняла, что я хочу своим голосом. Короче, пыталась сделать что-то среднее. Надеюсь, у меня это получилось сделать. Не знаю, было что-то очень сложно записывать, так же, как и лучшие моменты. Так же, как-то... Ну, в общем, вот так вот. Я просто на протяжении всей записи сидела, у меня были очень красные щеки, может быть, сейчас они тоже очень красные. И я прям вообще, я очень стеснялась спеть текст, я не знаю почему. Просто, блин, бух, очень стрёмно. Потому что это реально... Кринч, 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 кринч. Короче, не знаю, очень интересный факт, что когда только сделали биты, то есть там буквально 2 инструмента было, я такая, господи, как сочно звучит, и он добавил кучу каких-то ещё инструментов, и оно уже звучит и так, как я хочу вам. Парадокс, да? То есть вроде окрасил, но оно... Ну ладно, короче, нормально, в принципе, всё хорошо звучит. Ещё я пойду уже отдыхать. Да, вот онился. Я показала Вове песню, мы с ним угорали. Это всё, что я могу сказать. Ну, демку я имею в виду. На этом было всё моё видео. Слушайте по ссылке внизу в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заглядывайте в описании, там есть очень много интересных ссылок. Всем пока-пока!